И снова всем привет! Сразу по горячим следам хочу сделать дополнительное видео по прикладу для Стечкина. Один из зрителей попросил меня показать вот этот узел крепления. Сейчас я более подробно покажу, как он устроен, но заодно же, если мы взяли, то давайте сделаю такой небольшой экскурс, обзорчик по кабуре. Кабура бакелитовая, не деревянная, первая версия вроде деревянная шли. Очень напоминает кабуру приклад для того же C96, маузера всем известного, комиссаровского. Так, и что? Ставится вот таким вот образом, естественно. Сюда вкладывается щека, ну а здесь рука находится. Сейчас я все это надену, покажу. Сейчас немножко пройдемся по другим элементам. На самой защелка подпружинена, то есть крышка отскакивает на пружинке. Здесь есть защелка, в которую можно просунуть ремень. То есть не обязательно его расстегивать, можно через верх просунуть просто подпружиненный материал. Здесь есть два кольца для, ну так называемых кольца, для того, чтобы просунуть дополнительный ремень, там на протупею повесить и так далее. Здесь кнопочка у нас, все на винтиках сделано. Кнопка представляет собой защелка, кнопка, все это одна деталь, это из пружинного материала сделано. Вот, привинчена здесь болтом одним. Внутри дополнительная пружина, плоская пружина. Работает она для того, когда вставлен пистолет, она просто вот вжимается сзади, чтобы не тарахтел внутри, то есть поджимает за рукоятку, получается, самую пружину. Ну, здесь просто ответная часть защелки поставлена. Все, как видите, петля, петля задней крышки вставлена. Здесь такие, как бы, плоские гаечки в выточке вставлены. Так, внутри у нас там что? Ну, в передней части прикручен сам элемент, каким-то образом посажен, не знаю, он впаян или изнутри прикручен. Сейчас покажу сразу, что здесь внутри еще есть шомпол, лежит. Лежит шомполок, он еще в масле меня его не вытаскивал практически никогда. И здесь вот такой шомпол-вороток он, да, немножко называется, то есть такая микро, микро, как бы, отверточка получается. Сейчас посмотрим, что внутри. Если получится показать. Если уже делаем обзор. Да, но у меня грязная валяется где-то там, так особо я с ней не играюсь. Вон, там где-то впереди, да, там болтом просто прикручена, большая, как бы, шайба такая по диаметру овальная получается. Вон, видно, головка, вот так, вон, видно, головка шлицевая болта, да, ну, видите. Так, вставляем обратно, где оно так было. А здесь вот, кстати, вот эта защелка выполняет и одновременно крепеж для, функцию крепежа для шомпола. Поэтому засунули его обратно. Сейчас бы свет посветил, я теперь не вижу ничего. А, вот так вот. Вот он упирается и здесь выборка небольшая, чтобы не мешало. Ну и, собственно, так мы пистолет сюда ставим. Ставится пистолет. Кстати, надо вот так вот сделать и закрываем. А, я думаю, в рукоятку, не в рукоятку, в заднюю часть. Упирается пружина и защелкивается. Вот таким образом пистолет не двигается вообще внутри в кабуре. Ничего, тишина практически абсолютная. Ну и, собственно, перейдем теперь к самому механизму. Механизм у нас заключается в чем? Давайте в профиль сразу смотреть. Идет такая Э-образная как бы форма, но среднюю палочку от Э здесь делает защелка. Само по себе это ответная часть рельса, которая здесь на рукоятке есть. Давайте ее тоже попробуем посмотреть. Так, как оно здесь. Такой Т-образный профиль с широким основанием. Здесь закраинный, по бокам две. Для того, чтобы надевалась кабура, естественно. Так, как ее повернуть, чтобы было видно. А, вот так вот. Да? Вот. Здесь небольшая выборка для защелки, соответственно. Вот таким вот образом. Все это дело выглядит. И, соответственно, мы когда застегиваем кабуру, немножко толкаем вверх. Защелка заходит в свой выступ паз. И все, установлено. Ну, люфт здесь, естественно, немножко сохраняется. Все-таки люфтит. Приклад немного, но идеально никто его не сделает. Это вот выборки на самой рукоятке. Не факт, что каждая кабура подгоняется отдельно. Все-таки в Советском Союзе, когда делали какое-то оружие, оно все было запчастью унифицировано. То есть допуски довольно большие. И чтобы разъединить, нажимаем вот на этот рычажок и сталкиваем кабуру вниз. Вот таким вот образом. Видим, как отошла защелка, когда проходила выступ. И все защелка, вот таким образом получается, устанавливается кабура. Ну, лично мне не особо удобно, конечно, держать. Вот здесь, когда берется пистолет, то вот эта часть его упирается в руку. И не особо держать его, конечно. Удобно, но тем не менее, это лучше, как бы хоть какой-то есть упор для того, чтобы можно было стрелять. Да, вот очень классное решение приклада на пистолете АПБ. Автоматический пистолет бесшумный. У которого приклад складывающий. Он из трех частей. Там как бы два колена такого и получается тыльник. Тоже металлический. Все это складывается. И он очень тонкий, такой вот примерно как у 93 Баретты. Вот, где-то отдаленно напоминает. И приклад очень мало места занимает. В принципе, хват рукой не мешает вообще. Поэтому там очень классно это реализовано. В принципе. Но, к сожалению, такой приклад, наверное, стоит дурных денег. Вот, и чисто сюда поставить не получится. У меня была мысль, конечно, попробовать сделать удлиненный стволик. Опять же, под тот же холостой патрон. Вот, с имитацией специфической резьбы там под ПБС для Стечкина. Но там сам ПБС нужно делать там мороки, наверное, вообще. Это надо очень-очень хорошего токаря найти, который в этом деле разбирается. Токаря-оруженника желательно, который хорошо разбирается в этом деле. И сможет повторить эту штуку хотя бы вот в варианте деактива сделать. Ну, то есть, чтобы нельзя было через него стрелять, но просто, чтобы частично звук выходил от холостого патрона, работал. Понятно, что там специфически переделан затвор. Нет, этого я делать не хочу. Просто сыграть на самом стволике. В общем, такая фигня. Короче, такой мини-обзор. Кобуры приклада для... Кобуры приклада. Ну да, все правильно. Кобура приклад. Для автоматического пистолета Стечкина. Кого будут какие-то вопросы, задавайте. Если кто-то может что-то помочь в токарке, сварке, изготовлении каких-то деталей, материалов, советами, пишите в комментарии, пишите в личку. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Пока. До новых встреч на этом проекте. Счастливо. Счастливо.